Благодарю всех, просто у нас по времени уже прям вот совсем, а у нас, во-первых, здесь участвуют 7 организаций, причем несколько федеральных, некоторые, кроме ученых, силовые структуры и так далее. Вот, но у нас еще Ярослав Петрович, с которым мы много лет дружим, и который организовал и ведет глобальную новую новость в интернете. Ну, буквально тоже. А вы не уходите, пожалуйста. Можно политолога, вот как раз вот для вас, как для политолога, для женщины, для вас выступление. Я знаю, что Ярослав Петрович все для женщин. Можете возвернуться, пожалуйста, потому что очень ценно. Сейчас мы заканчиваем, 5 минут мы расходимся. И визитками обменяться надо будет. Мы уже расходимся. Сейчас, 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 прям буквально, общий снимочек сделаем и расходимся. Слушал Кучкарова Захирджана Анваровича, фирма «Концепт» – системный и концептуальный анализ. Ему студент задает вопрос, студентка, про идеологию. Он говорит, если мы начинаем речь про идеологию, отставьте в сторону всетования. Я хотел бы несколько минут посвятить тому, чтобы отчитаться перед вами о пройденном пути. Значит, проработав, много где проработав, пришел к выводу, что среди нас есть единицы, двигающие цивилизацию вперед, которые позволяют создать экономику изобилия. Получение энергии из окружающего пространства, синтез элементов, утилизация всех отходов. Мы можем создать летающие тарелки и летающие города. И когда говорят о том, что нужно поставить на повестку дня невовведения оружия в космос, то философы говорят, что прорывные закрывающие технологии могут прийти в жизнь землян, если это будет только для всех граждан. И, исходя из этого, была разработана модель, где это может быть внедрено. Внедрено может быть в одной из ведущих держав мира, обладающей ядерной триадой, чтобы никакой внешний враг не мог напасть. Второе. Каким образом сделать так, чтобы во всех средствах массовой информации за рубежом, именно за рубежом, потому что нет пророков в своем отечестве, получить максимальный всплеск аудитории. Обращаться надо к женщинам. Идеология была запрещена, но она среди нас. Давайте посмотрим друг напротив друга, и мы увидим мужчину и женщину. Когда я говорю про рай, мужчина говорит, этого не может быть. А когда я говорю женщине рай, женщина улыбается. Из-за этого концепция, что милосердие, сострадание, любовь, возлюбие ближнего своего, как самого себя. Эти святые слова, простые слова, тысячи лет есть в нашем обереге. Но как это сделать? Нужны технологии научного коммунизма. И сегодня они у нас есть. Это забытые эфирные технологии. Почему забытые? Потому что я могу предположить, что в начале 20 века, когда появились темы эфира, у человечества еще не было гаджетов. Создатель нас создал здесь для проведения огромного биологического, социологического эксперимента. Сумеем ли мы объединиться в общий коллективный разум ради единых высших гуманистических целей, которые абсолютно понятны женщинами. Возвращаясь в Россию, внутри России, понятно, что СВО может быть военной операцией, но пока еще действует законодательство. Каждый гражданин имеет право баллотироваться в президенты. И из-за этого идея, что женщины баллотируются в президенты, и таких женщин много, самовыдвиженцев. Но на Руси же не принято баллотироваться куда-то. На Руси призывают, поэтому и женщины не хочут заниматься политикой. Поэтому благодаря гаджетам мы можем создать сотни, тысячи чатов по 500 женщин. Согласно действующей законодательстве, надо собрать инициативную группу не менее 500 человек. 500 женщин в интернете объединяются под идеальный образ будущего, в который хочется рожать детей, где нет войны и где есть все принципы, которые говорят о материнстве. У нас есть 300 миллионов русского язычного населения, у которых откликается генная память, милосердие, сострадание. У нас есть 50% населения женщины по всей планете, которым откликается, что мир для того, чтобы реализовывать свои генетические вещи, а не для того, чтобы поставлять мясо в мясорубку. Почему война на планете? Я завершаю выступление, чтобы было понятно. Человеку требуется 2 киловатта, нас 7 миллиардов, 7 на 2 это 14 тераватт. На сегодня человечество генерирует только 2 тераватта. Не перейдя на новый технологический этап ради высших гуманистических ценностей, мы обречены уничтожать друг друга. И те, кто смотрит это видео, вы планируете разжать, если вы не будете уделять внимание теории единого поля, научному коммунизму, народовластью, теме СССР, для чего освобождали человека от рутинного труда, чтобы развивать его интеллект. И на сегодняшний день проект «Глобальная волна» это 15 тысяч видеосюжетов, выступаем на мероприятиях, и когда вы говорите молодежи, надо что-то сказать, поздно батенька говорит что-то, поздно. А что сделали? Мы продели песню, я визуализировал заказ во вселенную, встретить женщину, с которой смогу создать творческий союз и родиться ребенок. Я встретил женщину, она на инвалидной коляске, она умирала, я ее пригласил в Москву, ее выхаживаю как ребенка, и родила песню «Эфир». Эта песня была вчера исполнена на Зигельевских чтениях пятью прекрасными девушками с вокалистом, и им это понравилось делать. Они вышли, они пели это на улицах, они пошли куда-то дальше, они собираются репетировать. И только через искусство, через культуру, от сердца к сердцу мы можем это донести. Мужчины, к сожалению, это не слушают, но приходит новое поколение, которое понимает, мы не хотим, потому что в природе проблем нет. Проблемы есть только у людей, только потому что кто-то создал эти проблемы, чтобы за счет них кормиться. И когда вот коллективный разум прозреет, что у нас есть возможность перестать друг друга убивать, но когда мы поймем, что задача наша заботиться обо всех, и тогда у каждого будет миска хлеба, и все условия, речь идет о неагрессивной среде обитания для каждого. И тогда и деньги не нужны, и воевать никто не пойдет. Но все это может произойти, когда именно женщины станут импульсом. Но поскольку мы находимся на площадке «Женщина во власть», и Светлана Николаевна ведет этот круглый стол, у меня огромные надежды и уверенность в светлых перспективах, хотя путь извилист. Победа будет за нами. Благодарю, Ярослав Петрович. Предлагаю всем встать, снимок сделать. И пока все встаем... Идет песня, мы можем вместе все исполнять. Специально поставили вам на экран. Спасибо. Пожалуйста, Роман. А ты, он, она, мы глобальная волна. Раз, два, три, четыре, пять. Будем звезды зажигать. Мы научная волна, мы эфирная следа. Вместе мы изменим мир, окружает нас эфир. Эфир, 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 мы космические белки на летающих тарелках. Мы не любим провода, Тесла наш герой, ура, эфир, эфир, эфир. Подержите, подержите меня, если вы согласны. Эфир, эфир, эфир. Если вы согласны с тем, что обучено, поддержите. Поднимите руку, если у вас нет телефонов. Помогайте девушкам, помогайте нам сделать финальный земле. Райд для каждого. Эфир, 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 эфир. One, two, three, four, five. А теперь английский драйв. Эй, believe me, I don't cry. Let us build a paradise. Эфир, эфир. Эфир, 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 я, ты, он, она, везде глобальная волна. Раз, два, три, четыре, пять. Мне слава идет с ним, ай. Браво! Спасибо! Мы пришли в этот мир, дорогие друзья, самое ценное, что у нас есть, это наш интеллект.